После того, как рыба-мутант уничтожила весь пруд, она решила направиться в сторону других вод. И когда она там оказалась, она была в шоке. Да, уж после пруда я чувствую то, что эта водичка слишком солёная. Блин, конечно, я заплыл очень далеко от своего дома, но тут намного интересней. Тут воды побольше, как-то посочнее, тут чувствуется вкус воды, и плюс тут плавают вот такие огромные рыбёхи. Ну-ка, попробуй я-ка напасть вот на эту рыбу. У неё, конечно, очень большой рот, я надеюсь, она меня не проглотит, но я вот так хитренько её вот так возьму и за хвостик буду кушать, да? Вот, всё, получай, дурацкая рыбёха, получай, получай, получай. Интересно, за сколько я её укусов смогу победить? Так, сейчас я это как раз-таки и проверю. Так, отлично, на ещё раз, получай, получай. И всё, она уже готова, осталось только её вот так приподнять и в итоге кушать её мясо. Ой, ням-ням-ням, какая вкуснотища. Фух, неплохо тут, очень даже неплохо. Если я могу победить такую большую рыбёху и получить с неё столько много мяса, так мне кажется, я тут тогда вообще с любой смогу справиться, да? Так, надо бы ещё, наверное, такую же рыбёшку найти и в итоге получить с неё достаточное количество мяса, да? Мне надо расти, всё. Всё, я определил свою цель, определил свою миссию нахождения здесь. Я буду становиться очень и очень большим. В принципе, я это захотел, поэтому я буду к этому стремиться. Так, а что у нас интересно здесь? Тут у нас какие-то вообще воды очень странные. Тут у нас везде пузырьки какие-то. И почему-то водоросли немного тёмные, да? Так, а кстати, там какая-то одна непонятная рыба была. А, вот она плывёт. Ничего себе. Неужели это тот самый удильчик, про который уходили истории? Рыба с фонарём. Да, это реально он. Ну-ка, а как это на вкус? О, на вкус что-то вообще какой-то не особо вкусный. Фу. Ужас какой-то. Ладно, поплыву-ка я дальше. Может быть, даже, кстати, с кем-нибудь да пообщаюсь. В принципе, тут с наших-то, может быть, кто-то есть. Ну, кто более-менее понимает вообще толк в охоте. Потому что я охотник, причём очень сильный. А моих тут союзников-то особо и нет. Ну, в принципе, можно что-нибудь спросить у вот этого кронозавра. Но что-то мне подсказывает то, что он агрессивный слишком, да? Так, кронозавр, а ты не можешь подсказать, где тут можно найти такую хорошую рыбёшку, чтобы я её смог поесть? Плыви в центр, там рыба. А, ну ладно, спасибо, кронозавр. О, а чё ты меня пытаешься кушать-то? На, получай, кронозавр, ты чё, ты чё, ты чё? На-на-на-на-на-на-на-на-на. Получай, получай, получай. Ты не сможешь меня победить. Вот, всё, отлично. Фига себе, какой кронозавр жёсткий попался. Он просто взял и из-под тяжка начал на меня направляться и в итоге чуть не слопал меня целиком. Фух, ё-моё, вот это жесть. Тут, конечно, воды очень жёсткие, и тут можно ожидать чего угодно. Теперь я буду знать, что лучше не доверять тут таким рыбёшечкам, как кронозавр. Ничего себе. Ладно, всё, я от него уплываю, потому что он какой-то слишком реально агрессивный, да и слишком он какой-то врунишка. Лучше я сейчас буду направляться вот туда, в холодные воды. Посмотрю, что у нас там вообще такого интересненького есть. Но перед этим я, естественно, заплыву вот на эту полянку. На этой полянке у нас тоже имеются какие-то непонятные рыбёшки оранжевого цвета. И выглядят они, конечно, не так внушительно, как я бы хотел. Но зато я знаю то, что я их точно обязательно выиграю. Так, ну что же. Кого же попробовать? Левого или правого вот этого красного окуня? Ну, давайте я попробую, наверное, вот этого окушка. Так, иди сюда, дружок. О, а что-то ты какой-то быстрый. Блин, я, конечно, в этих водах не такой быстрый, поэтому не знаю, даже смогу ли я их достать. На, получай. Всё, наконец-таки достал её и в итоге слопал. Ну, в принципе, мясо довольно-таки вкусное у этого морского окуня. Но он что-то слишком быстрый, поэтому я не буду особо-то на него и нападать. Ого, а это что это за чёрно-белые акулы? Вау, ничего себе, как они классно выглядят. Мне даже стало интересно, кто это. Ну, ладно, пойду-ка сейчас как раз-таки и проверю. Ага, поближе я смотрю, и мне кажется, что это не акулы. Это, наверное, косатка, да? Мне тоже говорили в пруду, что тут такие есть существа странные, да? И это реально она. Ничего себе, как странно её видеть. Ну, хотя, блин, я вообще рыба-мутант, которая попала в пруду в отходы, и поэтому я стал таким. Поэтому, мне кажется, даже не стоит удивляться, что тут есть такие рыбёшечки. Вон, то, что тут у нас плавает какой-то тюлень с одним рогом, вот я его вижу. Надо, кстати, сейчас тоже попробовать его слопать. Эй, тюлень с одним рогом, как у тебя интересно по мясу? У тебя вкусное мясо или нет? Нет, я вообще невкусный. Ага, ну ладно, я лучше сейчас тогда попробую зайти на нашего кита-кошалота. Так, смотрите, вот он уже тут пытается на меня как-то повернуть. Блин, ну, конечно, упрытки. Я думал, он сейчас долго будет поворачиваться. Я даже так не могу быстро повернуться, как наш кит-кошалот. Блин, а как же мне тогда тебя зайти? Китяра, если ты, конечно, будешь отвлекаться на что-то. Пока вот этот кит соображает, я возьму и вот это мясо слопаю, пока он не видел. И в итоге теперь надо всё-таки напытаться как-то зайти нашего кита-кошалота. Только не знаю, конечно, как это сделать. Вот сейчас мы очень максимально близко сократили свою дистанцию. А китяра тут хитрый, не хочет попадаться в мои лапы, но он уже, к сожалению, попал. Поэтому, китяра, я сейчас тебя буду вот так хорошо так кушать, активненько. Главное, чтобы ты меня не кушал. Так-так-так-так-так. Тихо-тихо-тихо. Вот я вот сейчас опасно очень. Ладно-ладно, всё, я его фигачу полностью. О, ты что, кит уже всё? Да, отлично, ура, я победил кита! Вот это да, это что-то новенькое. По сравнению с прудом, победить кита, такого огромного млекопитающего здесь, это что-то нечто просто. Блин, вот это да, вот это классно. Мне нравится тут быть. Тут прикольно, только, конечно, холодно вот именно в этом месте. Пойду-ка я, наверное, всё-таки куда-то в более ближние такие места и тёплые, потому что тут очень-очень холодно, и я что-то тут замерзаю. Так, а кстати, тут ещё за мной один кит-кошалот гонится. Ну, в принципе, я думаю, даже, наверное, не буду на него обращать внимание, потому что я знаю то, что я его смогу выиграть. Поэтому как-то мне он особо вообще даже не интересует даже. Ой, наконец-таки я начал уже вплывать в тёплые воды. Тут уже потеплее как-то. Я чувствую себя даже лучше здесь. И это, конечно, очень хорошо. Ну-ка, надо бы напоследок съесть вот эту косаточку, как знак и память о том, что я был в арктических водах. Ну и в итоге я сейчас поплыву вот сюда. Буду рассматривать, что же такого интересненького здесь находится. Ага, сразу же вижу настоящую акулу. Я прям понял то, что это настоящая акула, как прям в картинках из журналов, которые кидали в пруд. Ну и, в принципе, больше тут, наверное, никого нету, да? Да, пока что никого. Хотя я вижу довольно-таки неплохой кусок мяса и огромную рыбу-зебру. Офигеть! Ну-ка, надо бы посмотреть, что с этой рыбой-зеброй не так. А это что это вообще за существо? Какая-то огромная акула с серого цвета и с порезами. Это какая-то вообще странно. Очень странно. Ну ладно, пока что не буду обращать на неё внимания. Да, пусть она там плавает. Я лучше сейчас попробую напасть на вот эту полосатую рыбёху. В принципе, она выглядит безобидно, но почему-то она очень большая. Сейчас-то я уж тут и выясню, насколько она опасна, либо же не опасна эта рыбёшка. Так, получай, получай, отлично, отлично. Воу-воу-воу-воу-воу, она заходит на меня. Так-так-так-так-так, я надеюсь, ты меня это, не победишь? А то будет очень обидно, если я всё-таки столько преодолел всего, приплыл тут с пруда. А в итоге меня просто берёт и мочит вот эта какая-то огромная тропическая рыбёха. Так, ну по сути всё, она уже готова, да? Ну-ка, иди-ка сюда побыстрее, всё, отлично. Да, эта рыбёшка уже готова, и в принципе, это мне нравится. Я уже съел ещё одну такую большую рыбёху. Так, а вот эту акулку белую. Эй, белая акула, а ты не хочешь побатлиться? Блин, только на меня тут идёт вот эта огромная акула. Блин, ё-моё, чё ж делать-то? Надо бы как-то попытаться от неё что-ли убежать, потому что если она сейчас начнёт на меня нападать, то мне кажется, мне будет капец. Только надо было сначала вот эту акулку слопать большую. Так, акула, иди сюда. О, отлично, четыре кусочка я с неё получил, и это, конечно, очень хорошо. Блин, мне не нравится жить в страхе в том, что меня может слопать вот эта акула. Я должен стремиться к тому, чтобы я был тут самый крутой. Поэтому, мне кажется, стоит лучше всё-таки дать первым отпор этой акуле, и в итоге посмотреть, кто здесь главный. Ого, как она вообще жуёт ту акулу. Вот это да, она даже со рта её не успевает выплыть. Она уже её жуёт так. Офигеть. Ну-ка, пока она не видит, я попробую сейчас уже на неё напасть. Вот, отлично. Всё, получай, 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 Меглодон, получай. Чё, хочешь на меня напасть? На, на. Всё, отлично. Он вроде бы уже вырубился, да? Да, я его даже победил. Есть. Конечно, хитростью, очень большой хитростью я взял и победил этого Меглодона. В принципе, я даже могу закрепить свой пояс, и теперь уже на него, наверное, могу напасть спокойно. Наверное, сейчас даже я так и сделаю. Пойду и посмотрю, где же ещё такие Меглодоны тут вообще находятся. Либо же их тут вообще теперь больше нету, и, можно сказать, я теперь тут Меглодон вот такой костяной. Но это сейчас я буду выяснять. И, о-о-о, а почему их тут две штуки? Офигеть. Так, надо сейчас как-то быть очень аккуратным, потому что два Меглодона, это очень жёстко, и они могут меня спокойненько зафигачить. Блин, как же мне мне их проплыть-то? Может быть, ничего не скажут? Эй, иди сюда. Блин, да ё-моё, что ж такое-то? Так, ладно, ребята, я не хочу зла, но я, наверное, всё-таки сделаю так, так будет лучше. Вот и закончилась наша история с Бонарексом. Меглодоны не дали ему протиснуться в этом мире и победить всех в этом океане. Ну, а на этом, я думаю, можно заканчивать этот видеоролик. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите следующую, другую, новую серию по этой игрушке, то напишите обязательно об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok